Я в столярке давно, более 30 лет, и первую древесину, когда я покупал, то на 6 метров был один-два сучка, потом на каждый метр по сучку, потом еще, потом еще. На сегодняшний день тяжело выбрать на лесоторговой базе лес, чтобы он был первого сорта или был лес отобранный. Существует 5 категорий сортамента древесины, и еще самая лучшая, самая высшая категория, это лес отобранный. Тяжело действительно с этим разобраться, поэтому, чтобы не было проблем, я склеиваю мебельные щиты самостоятельно. Во-первых, это дешевле в 3 раза, во-вторых, я подбираю по годичным кольцам и подбираю для того, чтобы совпадала текстура древесины. Я Владимир Жиленко, приветствую всех вас на своем столярном канале. Сегодня буду изготавливать нарды из первосортной древесины. Такие ролики были на моем канале, я не хочу повторяться, и в каждый ролик я вношу новую изюминку, новые идеи. Буду снимать частично о самых главных работах, буду изготавливать несколько нард, усаживаемся и приятного просмотра. Для изготовления нард буду использовать следующую древесину, ясень, дуб, бук. Хочу замерить улажность. Ясень 9%, дуб 7,5-8%, где-то 7,7%, бук 8,5%. Сейчас буду делать заготовки длиной 52 см. Склеить мебельные щиты, заготовки на рамочке. Этот процесс я часто показываю, поэтому остановлюсь на самом главном. Еще раз покажу вам, какая красивая древесина. Чистая, ровная. Вот с этой древесины надо изготовить нарды. Очень часто получаю письма, как склеить правильно мебельный щит, какие размеры, какой клей. Я в солярке использую лес камерной сушки, доска 50 и дуб доска 30. Дуб стараюсь брать именно 30, потому что обычно сушат в камере дуб 50 и 30. Поэтому 30 высыхает всегда лучше. Вот доска 30. Нарезаю ламели. Вот доска 50. Также нарезаю ламели. Из этих ламелей после обработки поверхности нужно склеивать мебельные щиты и обрабатывать. Вот мебельный щит склеен из дуба. Размер 250 на 500. Ну, с запасом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять ламелей для того, чтобы склеить мебельный щит. Конечно, это труд, это время. Но, с другой стороны, это гарантия того, что будет работать четко. Не будет изгибаться. Я использовал сегодня дуб, ясень и бук. Посмотрите, ясень. Красавец, да? Какие прекрасные разводы, текстура прекрасная. А вот ясень стандартный. Но эффект 3D присутствует. Вот эта полосатость, это эффект 3D. И после нанесения лака, если лак будет толстый слой, будет просматриваться эффект 3D. А вот бук тоже, посмотрите, какой красавец. Конечно, я подбирал древесину так, чтобы было продолжение, чтобы как-то рисунок был. А вот еще бук. То есть, каждый бук надо подбирать для того, чтобы склеить мебельный щит. Мебельный щит склеится, если здесь посмотреть направление годичных колец, как шифер. Шиферная волна. Вот надо придерживаться примерно такого расположения волокон при склейке. Время обработки зависит от площади. Сейчас обрабатываю практически всю крышечку или донышко. И в среднем время должно быть 9-10 часов на обработку. Какого цвета не воспользовалась эта предельная вертина, а где можно передать цветную véritом. Одinsonная цвоклярская стаканка цирка в форме. Очистка свежения. �대로, кстати, вcampите т MARteю. Очистка этого канала 3. Том. как вам такой бук нравится вот этот оттенок первый сорт фрезерная обработка на станке ЧПУ как заменить фрезу с подшипником копировальную? вот таким приспособлением можно точности добиться вот так вот так вот так при установке петель получается саморез выделяется поэтому смотрится узел вот этот не очень красиво черная краска добавляю масляную краску такая какая-то желтая золотистая размешал и получается цвет добавил сольвента и такими пятнышками закрашиваю вместо самореза изготавливая нарды придерживаясь принципа обойтись без морилки естественное дерево естественная красота для фишек буду использовать древесину клен светлая и термо орех темная изготовил такое приспособление это приспособление площадка своего рода шаблон который можно прикручивать саморезами ламели вот такие размеры в зависимости от задач ламели могут быть короче длиннее можно устанавливать любое количество ламелей пока здесь пять од Danny парни арм 소 cheers арм 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 После станка ЧПОУ все равно остаются следы. Я делал перемычки, мостики. И теперь надо все убирать. КОНЕЦ О том методе я рассказывал, я использую такую щетку. А сегодня буду обходиться без щетки. Первый опыт. Поэтому попробую тоже. Продолжение следует... 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 Внутри такой рисунок. Рисунок я выжигаю на лазерном станке, домики, фишки, навесы, фурнитура, материал ясень, очень крепкая древесина. Я думаю, такие нарды будут служить очень долго. Как-то я долго шел и подбирал рисунок, который будет оправдан нардом. Я не люблю волков, не люблю драконов, не люблю звездочек и прочих. Я как-то отношусь к этому отрицательно. Я привык работать с классикой. Считаю, что нарды корнями уходят далеко на восток. И рисунок должен быть в восточном стиле. Поэтому я заказывал у мастера. Мастер делал мне такую именно работу, STL-файл. И потом с этим файлом я работаю, увеличивая или уменьшая этот размер. Итак, первые нарды. Рисунок большой, на всю площадь. И вот здесь я задам вопрос, и на этот вопрос вы будете отвечать. Как вы считаете, лучше, когда рисунок меньше? Вот, к примеру, как здесь. Здесь есть площадь, чтобы полюбоваться самой древесиной, какая она красивая. Или когда рисунок на всю площадь. Пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение. Такой точно рисунок, только он меньшего размера. Внутри все нарды одинаковые. И здесь хочется остановиться на материале. Отдельно хочу рассказать о материале бук. Посмотрите, какой он красивый, какой мебельный щит. Материал бук сам по себе это безликий материал, однородный материал. Редко, когда бывают какие-то украшения, прожилки. А здесь получается светлый, желтый, коричневый, немножко даже фиолетовый. Такая красивая радуга. Очень прекрасно. Мне так понравились эти нарды. Посмотрите, с другой стороны подобраны. Рисунок чудесно. И вот здесь, когда древесину видно, мне кажется, хорошее сочетание. И есть рисунок, и есть древесина. То есть разумное сочетание чистого поля, где можно полюбоваться древесиной. И рисунком. Вот так же материал бук. Но здесь получается рисунок по площади занимает немножко больше. И рамочка меньше. Так называемая плетенка. Таких я нард делал уже много. Именно с таким рисунком. Такой рисунок нравится заказчикам. Вот так он смотрится. Так же материал бук. Внутри рисунки во всех нардах совершенно одинаковые. Одинаковая фурнитура. Здесь все одинаково. Ну и хочется остановиться на нашем любимом материале дубе. Дуб. Еще расскажу. Рисунки одинаковые. Хочу обратить ваше внимание на изменения, которые есть в этих нардах. На старых нардах, когда я изготавливал все вот эти места, я делал фрезером, радиусной фрезой. И вот здесь были полукруги. Сейчас я отказался от такого подхода. Сделал жесткие такие линии. И эти линии я выполнял фрезой 120 градусов. Здесь фрезой 45 градусов. То есть форма получилась более прямая, более строгая, более резкая форма. Я считаю, что такая форма для нард подходит ближе. То есть нарды стали выглядеть более строже. Именно строже. Полукруги как-то сглаживают. А вот эти такие линии дают какую-то жесткость конструкции. И вот выглядят эти нарды совершенно по-другому. Еще один материал ясень. Этот материал ясень также я подбирал, что внутри такие прожилки. Идут коричневый цвет. Что на крышечке, что на этом. То есть совершенно одинаковые. Фишки я изготавливал из материала клен и материал термоорех. В комплект нард входит 30 фишек. 15 темных, 15 светлых. И 2 зарика. При изготовлении нард я сегодня использовал древесину первый сорт. Выглядит чудесно. Отсутствуют сучки, отсутствуют трещины, отсутствуют всякие изъяны. То есть древесина самого лучшего качества. Второе. Для того, чтобы изготавливать нарды требуется оборудование, требуются станки. Станок ЧПУ, лазерный станок, дополнительное оборудование, чтобы все это сделать и изготовить. Под каждым видео и первым закрепленным комментарии у меня есть ссылки. Первые ссылки это мой интернет-мазин. Можете зайти туда, посмотреть на эти нарды. Посмотреть сколько эти нарды стоят. Про желание эти нарды можете купить. Оформляйте заявку. Второе. Если у вас есть желание и вы самостоятельно хотите изготовить такие нарды. Есть чертежи. Плюс этот урок и вы самостоятельно можете изготовить такие нарды. Есть ссылки на группу ВКонтакте, Телеграм, где вы можете написать мне сообщение, прислать фотографию, поделиться своим мнением, попросить какого-то совета. Платформа сейчас работает нестабильно, поэтому у меня просьба к вам подписывайтесь, чтобы не потерять меня. Всего вам доброго. С уважением. Владимир Жиленко.